Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня понедельник, поэтому мы, как всегда, традиционно обсудим, чем она закрылась неделя предыдущая, что ожидать на этой неделе. Ну и, безусловно, поговорим о росте нефти и о прохождении нового пакета стимулирующих мер через Сенат. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео и ваши вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, ключевое событие прошедших выходных дней, это, безусловно, продолжение роста нефти, который мы видим уже сегодня с открытия рынка и по нескольким инструментам. Ну, в первую очередь мы рассматриваем нефть марки Brent, мы доходили до уровня 71 по CFD на нефть марки Brent, который торгуется в Admiral Markets, даже мы видели отметку 72. И, собственно, это было вызвано с новой атакой дронов на нефтехранилище в Саудовской Аравии, что, собственно, конечно, может привести на снижение на фоне запасов нефти и подталкивать котировки нефти вверх. Собственно, на прошлой неделе ОПЕК плюс договорились о том, что не будут увеличивать добычи, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, и еще вот то, что поддержало в данном случае рост цен нефти, это атака, которая произошла в Саудовской Аравии. Поэтому сейчас уже на уровне 72, то есть мы уже, по крайней мере, всех целевых уровней, которые мы обсуждали, до них мы дошли, дальше уже под большим вопросом. Конечно, может еще на какой-то период времени пройти еще волна роста, до 73-75, но, конечно, сейчас каждый раз нужно быть более-более аккуратным, потому что нефть находится на достаточно высоких уровнях, и добыча могут нарастить довольно-таки быстро, что также может повлиять на дальнейшие движения котировок нефти уже вниз. Что еще также важно, в воскресенье прошел через Сенат новый как раз пакет стимулирующих мер, большинством его приняли, и, собственно, сейчас он отправляется дальше, но есть ключевой дедлайн по данному проекту, это 14 марта. Собственно, 14 марта уже перестанет действовать предыдущий пакет помощи, и должен быть уже включен новый. Что в себя еще раз включает данный пакет, то почему для рынка это важно, потому что на рынок приходят новые деньги. В США гражданам раздаются деньги на то, чтобы они, ну, собственно, для того, чтобы их поддержать, также дополнительная мотивация именно для тех, кто потерял работу. То есть до 1400 долларов получат американцы, на 300 долларов увеличится еженедельное пособие по безработице, также пойдут, как раз эти деньги будут потрачены на вакцину от коронавируса, также ряд авиакомпаний получат данную помощь, то здесь, собственно, этот пакет, он пойдет по разным экономикам, ну, разным частям экономики, которые настроены как раз поддержать. Рынки ждут этого уже достаточно давно, хотя, с другой стороны, мы не можем сказать, что сейчас это уже не в цене, да, то есть рынок это ожидал, то есть все понимали, что это примут, возможно, да, не так быстро, не так сразу, как хотелось бы, но, тем не менее, то есть вот близко к дедлайну, я думаю, что все-таки это пройдет, и дальнейшие уже движения будут в эту сторону позитивные. Но что дальше, да, дальше уже, скорее всего, пойдет открытие экономик, да, тут большинство людей вакцинируются, и уже новых стимулирующих мер не будет, да, то есть это будет такой финальный этап, финальный рост по фону рынка, конечно, здесь мы можем ожидать, но тоже нужно быть здесь аккуратными. Теперь давайте посмотрим, какие события нас в Пируте ждут на эту неделю, и разберем с календарем, который есть в Метатрейдере. Собственно, понедельник выступление председателя Банка Англии Бейли пройдет, во вторник из ВВП Еврозоны, да, изменение занятости, здесь пока мы видим то, что пока без изменений идет данный показатель, в среду решение Банка Англии по Канаде, здесь, скорее всего, ставка останется на предыдущем уровне, изменение запасов, да, вот здесь как раз мы видим, что предыдущие, да, запасы были, там, 21.5, да, сейчас ожидается 9.3, то есть, собственно, в два раза запасы снижаются, то есть, что, собственно, еще может подстегнуть, да, котировки нефти на продолжение роста. А также будет решение ЕЦБ уже по процентной ставке, но, скорее всего, здесь мы не увидим ничего сверхъестественного, скорее всего, ставка останется на прежнем уровне, ну, и пресс-конференция также последует уже после объявления решения по ставке. В пятницу выйдут данные по ВВП Великобритании, да, по месячной, квартальной, здесь пока ожидается тоже некоторое снижение, но, как мы уже говорили ранее, Великобритания тоже начинает снижать карантинные меры, поэтому еще в перспективе, там, нескольких месяцев данный показатель может начать восстанавливаться. Ну, а теперь, с точки зрения текущей ситуации по инструментам, что мы сейчас видим, по евро, по евро на прошлой неделе мы смогли преодолеть отметку 1.20, что фактически нас переводит в фазу нисходящего движения, скорее всего, мы можем увидеть в том числе и смену тренда, да, в данном случае вполне вероятно, что пойдем дальше уже на отметку 1.10 и, возможно, ниже. Я для себя ожидаю еще одно, вот как раз восходящее движение, которое здесь может последовать, в последующем уже, а также продолжением снижения. То есть, как раз для меня будет основная идея поиска сделок как раз по коррекции. То есть, если мы, данный сигнал сформируется до, если цена не обновит максимум, который мы видели в феврале, то в шорт по евро здесь я тоже буду заходить. И вполне вероятно, что эта ситуация на ближайшие несколько месяцев, да, может быть и лет, может поменяться, да, то есть тренд может поменяться. С точки зрения часового таймфрейма здесь пока ничего не меняется, движение нисходящее продолжается, здесь я жду, собственно, где оно остановится и дальше уже буду рассматривать по тому сценарию, который вам сейчас показал. По британской валюте обновили мы минимальные значения, то есть здесь у меня тоже была открыта сделка на покупку, она уже закрылась. Собственно, закрылась она еще в начале, ну, в пятницу, да, она закрылась, я думаю, что я об этом говорил. И, собственно, сейчас мы вновь обновили, да, минимальные значения. Здесь тоже может такая же ситуация проявиться, как и с евро, но с евро. Пока, мне кажется, это более вероятно, поэтому здесь те покупки, которые будут формироваться по британской валюте, я их тоже буду реализовать, реализовывать, то есть буду заходить на продолжение роста. Но сейчас пока ждут, то есть здесь, пока здесь сигнала на начало восходящего движения, поэтому здесь ожидаю его появления. Сейчас пока ничего не делаю. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь пока у нас тренд сохраняется нисходящий, вполне вероятно, что мы еще увидим еще одно небольшое снижение. Не факт, что уже будем обновлять минимальные значения, которые были в феврале. Вполне вероятно, что это будет локальный минимум на ближайшие несколько месяцев. Но, тем не менее, пока тренд у нас сохраняется нисходящий, здесь я тоже для себя еще раз попробую, да, вот в эту ситуацию тоже зайти на продолжение снижения. То есть я поставил отложенный ордер за локальным стоп-лоссом, я стою за максимум, который был как раз 26 февраля. Если мы скорректируемся в область максимальных значений, которые были сформированы как раз в пятницу, то в шорт по данной валентой паре здесь я войду. Риск брал здесь уже чуть меньше, чем стандартный. То есть меньше, менее чем 1%, поэтому так близко, ну в смысле так и высоко стоит этот отложенный ордер. А по паре американский доллар, японская иена. Здесь движение восходящее продолжается. Собственно, мы уже доросли до максимального значения, которое мы видели в июне 2020 года. Собственно, здесь, если смотреть на дневной таймфрейм, то мы видим, что тренд, скорее всего, поменялся уже на восходящий. И об этом я уже говорил, начиная фактически с февраля, с первой попытки как раз были в январе, в конце января. Собственно, здесь основная идея, это также искать покупки на коррекции. То есть те коррекции, которые здесь будут формироваться, то я их буду рассматривать как раз для себя, для входа на продолжение как раз роста на текущий момент по данной валютной паре. Поэтому все коррекции, которые здесь будут возникать, то есть к области поддержки, вполне вероятно, что можно прийти в область 105. И оттуда также буду для себя рассматривать вход на продолжение роста. Австралиец, ну, австралийцы, новозеландец продолжают снижаться. Собственно, здесь для меня критичным уровень будет область минимальной значения начала февраля. Если мы сможем уйти ниже данных уровней, то тогда можем тоже говорить о том, что начнется нисходящее движение, да, то есть нисходящий тренд по австралийцу будет актуальным. Пока продолжаем снижаться, пока здесь ничего не поменялось. Ну и то же самое мы, в принципе, видим по новозеландцу. По новозеландцу, да, я тоже пробовал покупать, да, от уровня поддержки, но мы минимальные уровни обновили. Соответственно, сейчас область минимальной значения находится на отметке 70.96. Вблизи данного уровня можно пробовать еще заходить на продолжение роста, но если все-таки мы уйдем без коррекции за этот уровень, то тогда, опять же, я для себя буду рассматривать смену уже тренда с восходящего на нисходящий. Буду сказать тогда для себя уже преимущественно продажи. Золото. Продолжает снижаться, сейчас мы торгуемся по 1698 долларов за отрусскую унцию. Здесь область, ну, сложно сказать, можно сказать, что здесь это область поддержки, там, февраля 2020 года, да, там, где мы были. Но, тем не менее, небольшая коррекция здесь может быть, да, то есть основной тренд я рассматриваю для себя как нисходящий, поэтому буду для себя реализовывать как раз продажи как основной сценарий. Но здесь контртрендово тоже поставил отложенный ордер на вход на как раз данной коррекции. После той ситуации, которая произошла сегодня утром, то есть золото закрепилось выше максимума, которые были сформированы в пятницу, для меня это сигнал на то, что золото начинает расти. И, первое, как раз это его признаки. Поэтому здесь я тоже для себя поставил отложенный ордер, и в золото в данной ситуации я бы тоже вошел. Но, опять же, неполным риском, неполным объемом риски я взял тоже чуть меньше. Но основная идея все равно будет искать непосредственно продажи, да, на текущий момент. Индексы. Вот европейские индексы не так сильно падали, как индексы американские. Ну, Европа, скорее всего, здесь идет как раз восстановление экономики, как раз тот отыгранный эффект восстановления экономики, который сейчас мы видим на фондовых индексах. Фактически мы торгуемся плюс-минус там же, где мы были в январе, феврале, да, то есть небольшая коррекция была, но сейчас достаточно близко к историческим максимуму мы находимся. Поэтому, в принципе, здесь что-то делать пока я не буду, да, не было какой-то сильной коррекции. То есть здесь больше такой боковик, поэтому здесь пока по DAX сделок проводить не буду. А вот по S&P 500 уже есть как раз первые предпосылки на возобновление роста. Мы сегодня уже по фьючерсу на S&P 500, то есть открылись выше максимума в пятницу. Но, в принципе, в пятницу отыграли довольно-таки позитивно, да и плюс еще пакет стимулирующих мер прошел. Поэтому здесь, скорее всего, та коррекция, которая была, она завершилась. И в ближайшую неделю мы увидим как раз продолжение роста по фоновому рынку. Собственно, здесь я тоже поставил для себя отложенный ордер. Если будет еще одна коррекция в область минимальной значения, которые были в пятницу, то, опять же, к S&P 500 я бы присоединился. Можно, конечно, входить и плюс-минус сейчас, да, но это будет меньший объем и меньший выхлоп, соответственно, на выходе. Поэтому здесь я для себя беру, опять же, ситуацию, что я вхожу чуть ниже, но чуть большим объемом, сохраняя при этом свои риски. По нефти, то, что мы обсуждали, как раз предпосылки, которые были, да, нефть сегодня даже по середине на нефть марки Brent торговалась в районе 72. Сейчас мы видим небольшую коррекцию. Реализовались цели похода на 70. Собственно, пятница тоже закрылась довольно-таки позитивно. Отыгрывали новость с ОПЕК+. Ну, вот сейчас вполне вероятно, что можем еще там на 72, на 73, на 74 сходить. Этого, ну, никто не исключает. Тем более, такие данные из Садуской Аравии, они как раз этого подогревают, да, данную ситуацию. Ну, что ж, неделя, может быть, тоже довольно-таки интересная. Ждем финального подписания Джо Байдена пакета стимулирующих мер. Это нужно сделать до 14 марта. Ждем также непосредственно той ситуации, которая идет сейчас вокруг нефти. Будет ли еще какой-то негатив в отношении этого. Ну, и также сегодня у нас 8 марта. Также пользуясь случаем, поздравляю всех, да, всех девушек, женщин, трейдеров, да, кто нас смотрит с Международным женским днем. Желаю всего хорошего, да, весны, что самое главное. Ну, и также всем желаю хорошей торговой недели. Не забудьте поставить лайк этому видео. Если оно вам понравилось, вопросы оставляйте в комментариях. Ну, а мы с вами увидимся в среду и продолжим разбираться, что происходит на рынке. Всем спасибо за внимание и до свидания.